Ребята, всем привет! Очередная у меня незапланированная рыбалка сегодня получилась. Был вариант поехать в ночь, отловить ночь, утро и до обеда, возможно. Решил я ехать недалеко, приехал сегодня в Шатуру на канал. Странная ситуация на самом деле, хотя ничего странного нет. На улице очень хорошая погода, лето в этом году немножко несло свои коррективы. В начале канала и озеро все занято абсолютно, я вот нашел единственное местечко. Тут вокруг меня везде сидят люди, но по словам, что вся рыба находится в конце канала, в начале канала рыбы нет. По наблюдениям здесь довольно сильное течение, сейчас я промерюсь, сделаю прикормку. Буду по возможности что-то снимать, но не думаю, что получится ночная съемка. И скорее всего на утро я вам расскажу, как прошла ночь. Итак, ребят, пару слов о прикормке. Сегодня я немножко отойду от спортивной тематики. Не буду особо заморачиваться с прикормкой. И сделаю на вечер и ночь такой состав, который, скажем так, хорошо работает здесь, в данном месте. Здесь рыба особо не избалованная. И если она есть в канале, если она есть в источке, то она обязательно приплодит на эту прикормку. Прикормка более чем бюджетная. То есть сегодня это две пачки темной прикормки от Алвеги. Я о ней более подробно рассказывал в предыдущем видео, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Также я добавлю обычную овсянку, геркулес, кому как угодно. И еще добавлю немножко перловки. Также у меня будет 100 грамм опарыша, как и в прошлый раз. И опять сегодня будем ловить без мотыля. И все это дело я замешаю, как и в прошлый раз на Москварике, я замешаю сегодня на ваниле. Сейчас быстро замешаю прикормку и буду примиряться, потому что не особо понятно здесь ловить. Течение очень сильное, а у меня палка самая жесткая до 90 грамм. Итак, ребята, в общем я уже разложился. Время сейчас без 28. Место такое, надо сказать, не самое интересное в плане дна. Сейчас промерялся, особо ничего не нашел на дне. Но единственное, да, как и мне говорили, что здесь основная глубина идет к той стороне, а к этой стороне вообще миляк. Но решил я ловить не в самой яме, не в самом глубоком месте, а именно уже ближе к этой стороне, то есть ближе к середке, на более мелком участке. Так как чисто по теории, ну по теории вероятности, рыба будет уходиться, кормиться именно на более мелкие участки. Так как на дне есть всякие ракушки. Сейчас, когда я примерялся, все это там есть. Но сейчас уже надо будет одевать налобный фонарик, потому что реально уже темнеет, я уже даже не вижу особо крючка. С моим зрением это нормально. Народу на берегу очень много. И все сидят с бубенчиками. Все из меня из выражения бухают. Слушают поклевки, которых нету. Поклевок нет вообще ни у кого. Но вот сейчас, пока я восстанавливал камеру, в крайнем глаз заметил, что у меня была поклевка. И действительно мотель обсосан. Что по месту, что по глубине. Глубина, я думаю, 2,5 метра максимум. Может быть, в той стороне чуть поглубже, но не особо глубоко. Кормушка 70 грамм лежит. То есть вообще ее не тянет. Начал ловить я сегодня, как обычно, на петлю гарнера. И поставил поводок 0,1. Начал с 50 сантиметров. Поставил крючок гамакасу 16 номер. Ну и вот сейчас на насадку одного парыша и трех мотылей был какой-то такой резкий тычок. И до этого был поводок у меня в слизи от подвесчика. Особо не делал я сегодня стартовый закорм. Сделал буквально 3 заброса кормушки. И сейчас вот с периодичностью буквально 1,5-2 минуты перезабрасываю. Основная цель моя пока полностью не потемнело. Поставить хоть что-то на точку, чтобы было какое-то движение, какая-то активность. Не обязательно сразу там ставить какого-то подвесчика, хотя бы чтобы сейчас вот в эти сумерки хотя бы какая-то мелочь. Может как-нибудь платвичка, мелкий подвесчик приплыли на точку. Тем самым они создадут какое-то движение. И будем надеяться, что подвесчик подойдет. Ну если конечно ничего интересного не произойдет, то придется менять точку и скорее всего ловить ближе к дальней стороне к яме. Но я надеюсь, мне это сегодня не придется делать. Потому что так течение довольно сильное. Я поставил квертип сегодня 3 унция. Ну здесь меньше просто нет смысла. Палочка у меня до 90 грамм. Ну и так вот на пределах возможности своей стоит все. Ну вот какие-то есть такие микро тычки. Но пока поклевок нету. Сейчас народ уже заводит машину и уезжает. Справа слева слышу, что уже заводится. Но будем надеяться, что ночью спокойно посидим, отдохнем. Ну естественно сейчас полчасика покидаю и буду что-то менять. Длину поводка, размер крючка, размер насадки. И будем пытаться что-то поймать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так ребят, коротко о том как прошла ночь. Ну рассказывать особо нечего на самом деле. Начал ловить примерно в половину восьмого вечера и проловил до трех часов ночи. За ночь у меня было десять поклевок. Три рыбки я реализовал. И шесть у меня сошло буквально прям под ногами. Тут судя по всему небольшая бровка какая-то есть. Прям под берегом рыба не упиралась, сходила. Можно было конечно поставить какую-нибудь резинку, чтобы рыбки я амортизировал. Но что-то поленился. И около трех часов ночи меня вырубило. Проспал я аж до девяти утра. Поймал я эти три рыбки. Два подлещика грамм по 200 и одного грамм на 600 на 700 подлещика. Сейчас уже время к 11 часам дня. На улице жара. На самом деле осенью в этом году радует. Что было за это время. Но на самом деле вообще не хотел снимать. Потому что особо ничего интересного не было. Единственное, что может быть для кого-то это будет что-то новое. На точку стала мелкая рыба. Особенно плотвичка, мелкий подлещик. И единственный вариант брать такую рыбу, то есть мелкую. Делать прикорм, который бы не полила. То есть что я сделал? Ту прикорм, которая у меня уже была. Я добавил немножко водички. Прикорм стала более такая жирненькая. И ее на течение сильно не размывает. И мелочь немножко отходит. Но тем не менее крупная рыба более-менее начинает светиться на точке. И вот в данный момент мне это помогло. Попался подлещик, играл на 800. К сожалению не попал в кадр. И также стали податься более-менее ровненные подлещики. Но я не скажу, что очень активно. Ловлю я, отловил я всю ночь. Сейчас ловлю на леску диаметром 0,1 миллиметр. И поводный крючок 12 номер. Ночью все поклевки были только на мотыля. А сейчас как раз вело. Точнее как я проснулся. На мотыля уже стало невозможно просто ловить. Потому что отдаливает мелкая рыба. Я ловлю только чисто на опарыша. Причем делаю насадку немножко покрупнее. В данном случае поклевка произошла на 5 опарышей. И то смазал поклевку. Пытался я ночью использовать различные дипы. Но не особо не помогал на самом деле. Но как только кормушка падает, сразу какая-то мелочь подходит. Ну и плюс довольно сильное течение. Все-таки немножко сносит кормушку и фиксирует ее в одной точке. Всю ночь на берегу было просто нереальное веселье конечно. Играла музыка, такой шансончик веселый. Ну и примерно около 2 часов народ понапился и стал засыпать. Пытался играть с длиной поводка. Но особо тоже раньше не было. И меньше крючки и крупнее крючки ставил. Но ночью чисто на опарыш вообще поклевок не было. Сейчас же я даже мотыля уже не насаживаю. Потому что очень много мелкой рыбы. Которая сразу при падении кормушки одно сразу начинает атаковать приманку. Грин Пурги. Продолжение следует. Продолжение следует. Потому что незаметно, если мы просто обладали. Дисклеймер. Продолжение следует. ну в общем что ребят будем подводить итоги рыбалка получился неоднозначная вроде рыбы поймал а вроде что-то как-то неправильно я тебя делал то ли надо было раньше приезжать закармливать точку перед ночью потому что ночью попадал столько подлечек и поклевки были очень уверенные сейчас вообще максимально разнообразная рыбка лет и плотичка и окунек и подлечек в общем рыбка меня все немножко озадачило но может быть тем самым интереснее будет сейчас буквально вот уже все сушить садок буду покажу вам что сегодня поймала рыбу сегодня все отпущу место очень интересное но и в целом я очень люблю ловить на незнакомых местах так как всегда одно и то же место приедается разнообразная локация всегда очень интересно и каждая рыбалка ты получаешь но с каждой рыбалкой разнообразной ты получаешь новый опыт звук 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 звук